МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас пролетели впереди тоже хорошие, замечательные майские праздники. Такие великие, такие, мне кажется, очень гордые для всей нашей страны. Но и май, мне кажется, всегда богат на какие-то удивительные события, на какие-то удивительные мероприятия. И сегодня, например, я думаю, многие из вас узнают, что Самара у нас стала столицей, столицей непростой, библиотечной столицей России в 2015 году, что, в принципе, тоже очень радует, потому что год литературы продолжается. И чем так наш город заслужил почетное звание, будем узнавать сегодня в эфире нашей программы. Номер, напомню, по которому вы можете звонить, телефон прямого эфира 202-11-22. Сегодня для вас будем разыгрывать пригласительные билеты на концерт группы «Стигмата». Это 16 мая. Ночной клуб «Звезда» для всех тех, кто любит хорошо провести время, энергично так послушать тяжелую музыку, будет для вас задан вопрос. Ну и сегодня также мы разыгрываем билеты на кинобалет. Знаете, что это такое? Это вот удивительное, мне кажется, зрелище. В частности, вас приглашаем на балет по Чайковскому «Лебединое озеро». Это киновертикаль. 7 мая. Эффект присутствия. 19.00. Либретто Юрия Григоровича. Тоже будет задан совсем скоро вопрос. Ну так что ж, давайте знакомиться с нашими гостями. Почему Самара – столица библиотечная, будем выяснять именно с ними. С нами здесь директор Самарской областной детской библиотеки Елена Анатольевна Конигина. Здравствуйте. Региональный координатор программы 20-го Всероссийского библиотечного конгресса. Также с нами здесь заведующая Центром поддержки и развития чтения Самарской областной универсальной научной библиотеки, организатор Самарского литературного фестиваля Софья Сарамятникова. Здравствуйте. И заведующий отделом по связям с общественностью Самарской областной универсальной научной библиотеки, дядик Татьяна. Здравствуйте. Самара – библиотечная столица. Как так случилось? Почему? Скажите нам, пожалуйста, что случилось такое? Мне кажется, это не случайно. Не случайно? Конечно, нет. Во-первых, Самара является практически центр всей России. Сердце. Не случайно это наш бренд, что Самарская область – это центр России. Ну, а если серьезно говорить, то библиотечное сообщество, оно очень внимательно относится к тому, как развиваются партнеры, окружающие свои регионы. Следят за этим, учатся у них, стараются перенять, что-то сделать. 20 лет назад, чуть больше 20 лет, в 1989 году впервые, на круглом столе, который проходил в Самаре всероссийский круглый стол, библиотечные сотрудники задумались о том, что сделать такого, чтобы действительно библиотеки еще быстрее шагнули вперед, чтобы самые активные профессионалы стали знакомы друг с другом больше, не только по печати. Насколько я помню, тогда только журнал «Библиотекарь» у нас выходил, всероссийский журнал. И попасть, напечатать материал было достаточно сложно, была целая очередь. И вот этот круглый стол, на котором присутствовали директора библиотек того времени, неживущие, я думаю, что они посетят и 20-й наш конгресс, вот они пришли к выводу, что, наверное, нужна такая ассоциация, ассоциация библиотечных работников, на которой можно будет собираться и в какое-то время решать самые животрепещущие вопросы, принимать какие-то рекомендации, решения, которые могут помогать в работе всем библиотек, библиотек всем ведомств. Это не только библиотеки муниципальные, государственные, но это и технические библиотеки, и вузовские, и школьные библиотеки, и библиотеки, которые есть при музеях или, допустим, при железной дороге. Ну, все-все-все. Абсолютно все библиотеки, если носят слово «библиотека», даже если это при домовом комитете каком-нибудь, при ЖКХ, она тоже имеет право присутствовать на этом конгрессе. И вот 20 лет назад первый раз был собран такой конгресс. Он проходил в Москве. А в Самаре было принято решение проведения вот таких сборов, совещаний, конференций, где уже все выступали, собирались. Но мне кажется, это стало одной, наверное, все-таки из причин о том, что Самару в этом году выбрали столицей. Ну и другие причины, мне кажется, немаловажны, это тем, что конгресс стал логическим продолжением очень крупных, масштабных мероприятий, которые проходили в Самарской области в последнее время. В 2010 году в Самарской области и все библиотечное, и просто население области встречали фестиваль «Книжная графика и экслибрис». Очень интересное было присутствовать. Все вот как раз присутствующие тоже были участниками этого фестиваля. Всероссийский форум публичных библиотек «Библиокараван» проходил у нас в 2011 году. Это библиотека ремуниципальных, сельских, районных библиотек съехались в нашу область и были удивлены и гостеприимством, и инновацией, и технологиям, которые используются в наших библиотеках. Приятно было нам это тоже видеть. Ну и всероссийская акция «Читаем детям о войне» достаточно тоже мощная, всеобъемлющая такая акция, которая проходит в нашей области. Инициатором была вот областная детская библиотека. Это акция «Читаем детям о войне». Проходит уже шестой год, и присоединились абсолютно все регионы нашей страны, включая даже ближайших наших соседей. Это и Белоруссия, и Украина, часть городов, Казахстан, и в этом году даже Люксембург у нас есть, например. Ну вот, полный, мне кажется, ответ. Если продолжать, наверняка еще какие-то будут. Конечно. Если еще глубже мы начнем и более подробно разбирать, то действительно в Самаре есть что показать. Хотя у нас было некое беспокойство, поскольку перед этим РБА проходила в городах, где библиотеки, здания библиотеки, были очень новые совсем, прям вот только-только ленточку перерезали. Но мы подумали, что наши здания, они интересны тем, что они несут в себе историю определенную, они интересны тем, что они наполнены определенной аурой библиотеки, книги, любви к чтению. И я думаю, что и вы, и наши зрители, они уже заметили, что не стоит сейчас вопрос, быть или не быть в библиотеке. И Самара в этом убеждает и всех, и готова показать свои новые разные инновационные проекты. Некоторые втайне пока оставим. Ну, в любом случае, по крайней мере, если у вас, друзья, юность студенческая не прошла в так называемый облбибл, то у меня прошла. Нет, у меня тоже в облбибл прошла в читальном зале. Замечательно. В архивах и в читальном зале. Друзья, если хочется у вас, наверное, спросить, вообще ходите ли вы в библиотеки, позвоните нам, расскажите, как последний раз вы там давно были или недавно. Ну, в общем, интересно. 202, 11, 22. Ну, так какие мероприятия нас ожидают? Когда вообще этот конгресс состоится, Татьяна? Конгресс состоится с 17 по 22 мая. И в рамках этого конгресса предусмотрены мероприятия, которые будут интересны и жителям города. Во-первых, это выставка издательской продукции и издателей со всей страны. Ух ты, как они все поместятся. Вопрос. Ну, да. Двери Самарской областной научной библиотеки открываются широко для всех издателей. Их свыше 40, а если быть точнее, то сейчас заявлено 42 издательства. И эта выставка примечательна еще и тем, что будут представлены издательства, которые не встречаются на полках наших обычных магазинов. Какой-то эксклюзив? Конечно. Каждое издательство захочет показать какое-то свое ноу-хау, какую-то новую разработку, новую книгу, книгу, которая прям вот буквально с полужару, там вот только из типографии. Конечно, все привезут свои новинки. И, к сожалению, в наших сетевых магазинах представлены не все книги, которые выходят у нас в стране. И есть достаточно мелкие издательства, которые нет возможности купить или нужно ехать в какой-то другой регион или заказывать, а это сложно. Вот в этот момент с 19 по 21 число в Самарскую областную библиотеку можно будет прийти, посмотреть на эти книги, посмотреть на новинки типографии, посмотреть на новые информационные технологии в типографском деле и купить, конечно, приобрести цены по доступным ценам издателей. Поскольку, так скажем, книги от производителя, от издателя, они привезут, им нет смысла делать какую-то там наценку на кротку, показывают эксклюзивные материалы, поэтому любой читатель или любой житель может прийти и приобрести уникальные книги. А авторы будут какие-то присутствовать? По поводу авторских коллективов, да, будут и авторы, но в основном присутствуют издатели и издания. Ну, вообще, мы ждем и автора. Вот наша российская библиотечная ассоциация, она не только библиотека, но еще иногда поощряет каких-то писателей. Вот в 2014 году была поездка в Самару, была поощрена Марина Семеновна Арамштам. Я думаю, у тех, у кого есть дети, возраст так от 10 лет, или кто сам является писателями, такими родителями ищущими, то они, наверное, наверняка знакомы с этим человеком, с писателем, и в том числе она ведет сайт «Папмамбук», на котором родители с удовольствием узнают о самых новинках, вот самых-самых интересных, нужных. Именно детской литературы? Да, именно детской литературы. Вот она планирует приезд, ее точно будет. Встреча творческая такая будет? Я думаю, что это обязательно, и наши зрители узнают об этом в плане, это есть. Ну, вот у вас еще в планах не только там ярмарка какая-то, встреча, но еще и литературный фестиваль. Софья, ну, это вот, я думаю, пройдет как всегда, но ура, что ожидается? Кто заявлен? Вообще какая программа именно фестиваля? Ну, если могло создаться впечатление, что библиотечный конгресс, это вот соберутся библиотекари, будут там выступать и говорить. Занудно. Нет, на самом деле, весь этот конгресс, это еще мероприятие для населения, которое мы хотим как-то привлечь, и привлечь в первую очередь вот таким вот ярким событием, как Самарский литературный фестиваль. Он стартует немножко раньше, чем сам конгресс, то есть не с 17, а с 16 мая. И стартует такой серии радиопередач на сетевом радио «Время звучать». Это наши близкие такие партнеры будут читать самарские поэты свои стихи. То есть с 16 по 22 можно на этом радио услышать своих любимых каких-то самарских авторов. Все это достаточно интересно, с музыкальным сопровождением. Так что там постоянно как-то так или иначе звучит. Да, да, мы звучим. У нас есть проект «Читай, слушай, слушай и читай». Длинное, но интересное название. И там наши поэты выступают в различные читки, и прозаики в том числе. Можно услышать интересные факты про писателей, вообще мировых. Далее, с 17 числа у нас стартуют литературные движения. Это такое вот широкое название, можно понимать, что угодно, но на самом деле это велосипедные экскурсии по литературным памятникам Самары. Вот это да. Как туда попасть? Нужно 17 числа, 17 мая подойти на площадь революции в 6 часов вечера. Оттуда будет стартовать велосипедная экскурсия. А какие-то уже есть места, например, обозначенные? Да, это все известные литературные памятники, то есть от Швейка до Буратино, памятника Чехова, Пушкина. Кто-то будет рассказывать, да? Да, руководитель вот этого, председатель движения велосипедистов Роман Еремкин, он с таким вот ярким флагом Самарский литературный фестиваль, ему можно узнать по этому яркому флагу, он будет рассказывать всю-всюю информацию. Он, кстати, взял эту информацию из нашей библиотеки, естественно. Вот, взаимодействие. Да, не из Гугла, а из библиотеки. Это хорошо. Да, 18-19 числа в УЗах Самар, ПГСГА, ГОС и СГИК будут проходить большие читки. Что такое большая читка? Это чтение монопьес самарских драматургов, актерами театра Самарт, студентам и всем желающим, кто захочет вот прийти и послушать эту читку. Это не просто выступление актера, это дискуссионная площадка, то есть как студенты видят идею той или иной монопьесы. Кроме этого, в библиотеке Пушкина в Новокубежске будет такая большая читка и в Тольятти, в ТГУ. То есть площадок 5 получается? Да, площадок много достаточно, да. Ну и отдельно мы сегодня поговорим про большой поэтический ринг 19-го числа. Это настоящий ринг, настоящий боксерский ринг, настоящая битва поэта. На вылет? На вылет, да. Ох ты, ох ты, горячо, горячо. Да, битва нешуточная у нас состоится. Мы еще увидели такой интересный, у нас есть Самарский плейбэк театра, театр импровизации. Нам захотелось с ними посотрудничать еще в библиотечном плане. Они будут показывать свой плейбэк, книга «Моей жизни» будет он называться. То есть будут, они будут общаться со зрителями, это будет 20 мая в 16 часов вечера в галерее «Новое пространство», в нашей библиотеке, будут общаться на тему книги и показывать эту книгу в своих импровизациях. Как правило, что-то в итоге получается интересное, то есть какие-то открываются истины для самих зрителей. Открытие летнего читального зала. Ну, наверное, многие знают, что у областной библиотеки вот эти вот шатры каждый год летом открывается этот летний читальный зал. Там можно и чай попить, и книжку почитать, и посетить какое-то мероприятие интересное. То есть каждый отдел у нас готовит свою какую-то программу. И закрывается этот прекрасный самарский литературный фестиваль литературным музыкальным концертом. Выступают самарские поэты, самарские музыканты. Мы награждаем всех победителей, всех площадок. Ну, и я надеюсь, что фестиваль — это, ну, не единомоментное какое-то событие. Это просто демонстрация наших технологий, презентация книги, презентация текста наших самарских авторов. И он будет продолжаться. То есть экскурсии велосипедные, они не закончатся. Только начало лета, только еще не за горами. Все лето можно кататься. С радиостанцией мы контакты не прекращаем. Читки мы не прекращаем. Мы просто показываем, как это хорошо и красиво можно сделать в Конгрессе. Вот так в одном месте, да, как бы сконцентрировать это все. Друзья, 202-11-22, телефон прямого эфира. Если есть у вас желание задать вопрос нашим гостям, воспользуйтесь этим моментом. Ну, а я пока сейчас хочу с вами немножечко поиграть, все-таки, может быть, раскачать вас. Мы разыгрываем пригласительные билеты на кино-балет «Лебединое озеро». Это 7 мая, кино «Вертикаль», уникальная такая возможность сходить, посмотреть, как это выглядит. Постановка Юрия Григоровича. И это замечательно идет в двух действиях этот балет. Я думаю, что уж «Лебединое озеро» многие знают. Но знаете ли вы, сколько балерин участвует в самом известном фрагменте в «Танце маленьких лебедей»? Если вы знаете, позвоните нам, получите пригласительные билеты на этот спектакль. 202-11-22. Сколько их вы там насчитаете? Ну, давайте будем выяснять. У вас совсем недавно проходила «Библионочь». Есть у нас фотографии. Я предлагаю посмотреть и рассказать об этом нашим зрителям, потому что события удивительные, события уникальные, потому что прийти ночью в библиотеку, кому такое в голову пришло? Интересно. Это акция всероссийская тоже, да? Да, это всероссийская акция. Она проходит во всех практически библиотеках Самарской области. Даже изобретены такие библиосумерки. Библиосумерки? Да, в преддверии библионочи. Вот сейчас, ребята, что делают? Это поэтическая эстафета. Путем голосования в социальных сетях была выбрана поэма «Облако в штанах» и желающие... Даже я голосовала за это. О, отлично. Но почему-то не пришли участвовать. Ну, неважно. У нас надо было зарегистрироваться и, изображая прохожих, передавая книгу «Облако в штанах», читать ее вслух громко. То есть такой вот ипотажный такой флешмоб или перформанс скорее. И во многих библиотеках библионочь стартовала именно с этой акции. То есть люди читали разные, да, какие-то произведения? Вот, пожалуйста, я так понимаю, пришли люди тем, кому захотелось посетить библиотеку ночью. Что ночью было в библиотеке? Ну, вот в нашей областной универсальной научной были интересные квесты. То есть для тех, кто плохо знает библиотеку и, может быть, даже первый раз в ней оказался. Такие есть? Такие есть, да. Они могли поучаствовать в большом таком литературном квесте. Они должны были искать в отделах библиотеки части некого таинственного дневника. И этот дневник, он состоял из 50 литературных произведений, которые они должны были узнать. Какие же образы? Можно было пользоваться Гуглом. Главное, уметь им пользоваться, потому что не сразу узнаваемые все эти книги. То есть в результате все участники, их было 120 человек. Не спящих. Да, не спящих. То есть две команды при 60 человек. Они узнали еще, какие отделы в библиотеке, что они делают, поотвечали на каверзные вопросы библиотекарей. В общем, все остались очень довольны. Интересно, какие каверзные вопросы могут библиотекарь задавать? Ну, каждый отдел задавал вопросы касаемо своей спецификации. То есть отдел патентно-правовой и технической информации задавал вопросы про изобретателей, например. Краевический отдел что-то про Самарскую область. Он задавал какие-то вопросы. Отдел искусств, соответственно, про художников, композиторов. Ну, им подсказывали, конечно. Мы же не хотим, чтобы люди плакали и расстраивались. Поэтому всячески им, конечно, помогали. Самое главное, чтобы они что-то узнавали новое и уходили счастливыми. И до какого времени же проходила ночь? До 11 часов, ну, конечно же, она оказалась дольше, чем 11 часов экскурсии по книгохранилищу. Кто не потерялся? Нет, нет. Люди хотели остаться ночевать у нас. Кого не забыли в книгохранилище? Вроде бы мы не нашли. До сих пор кто-нибудь ходит. Может и ходит. На самом деле, ажиотаж очень большой был, потому что только в этот день можно попасть в действительно уникальное книгохранение области и книгохранилище. И многие ребята записывали заранее. Вот Софья скажет точную цифру, сколько людей посетило книгохранение в этот день. И действительно, несколько групп набиралось таких вот экскурсионных. Очень интересно. Кому подышать еще хотелось. Очень интересно. Просто прикоснуться к такому масштабу, это огромный архив просто хранилища книг. Любое хранилище, это же тайна. Конечно. Тайна, которая содержит много-много разных тайн. Вот как раз про библию «Сумерки» это про детские библиотеки. Они до 9 в основном, потому что по закону до 10 ребенок уже должен прийти домой. Вот так у нас родители с детьми прибегали и говорили, ну все, нам пора бежать дальше в областную библиотеку, мы там записаны везде еще. Благо рядышком. Да, это очень хорошо, что мы находимся рядом. Такой, хоть и не пятачок, но такой уголок библиотечный, он создает некую атмосферу в городе, вот на мой взгляд, привлекательную для населения. Плюс тут еще есть вот этот летний читальный зал и фонтан, парк, где родители встречаются, ходят, обмениваются мнениями. Я очень часто слышу, как они разговаривают и рассказывают про те мероприятия, которые они посетили. Ну это как такое лучшее, наверное, радио. Здорово. Ну что, друзья, программа наша продолжается и по-прежнему хочется услышать ваши звонки. Разыгрываем сегодня билеты на кинобалет, и это удивительно, на самом деле, сходить, посмотреть. 7 мая, 19.00, кино, вертикаль. Сколько же балерин участвует в том самом известном танце маленьких лебедей? Звоните нам, 202-11-22. Что же за батл поэтический ожидает всех тех, кто собирается присутствовать на литературном фестивале? Я думаю, мы узнаем уже через несколько минут. А пока же говорю спасибо нашим гостям, а вы не переключайтесь. «Бой идут одни старики», кстати, вот вспомнил я. Мне кажется, он такой, классика наша старая, фильмы про войну. Наверное, «Журавли». Не знаю, очень душевный. Я не помню, как он называется, но вот где Максим Перепелец, вот это мне нравится. Ну, они сражались за Родину, наверное. Да, ну-ка, фильмы чудесных. Честно сказать, я такие фильмы мало смотрю, я не люблю фильмы о войне. Мне нравится, один из моих самых любимых, это «Офицеры» и «Бой идут одни старики». Самые хорошие. Один из, я считаю, самых сильных, это «Иди и смотри» фильм. Почему? Ну, как мне кажется, он, как это сказать, ближе всего, лучше всего сумели показать то, что тогда происходило. То есть, в отличие от многих советских фильмов, то есть, он не пафосный, он не такой, что «Эх, мы вот тут всех победили», а вот он именно показывал то, как это все было. Советские фильмы. Я редко смотрю вот такие фильмы. Я не могу вспомнить хорошие фильмы о войне, а в бой идут одни старики. Я вот недавно посмотрел «Туман», мне очень понравился фильм, как бы, фильм о войне, но нынешний, видимо, снятый, как бы, все дело. Ну, просто по сюжету интересный. мы из будущего, мы из будущего, можно сказать, парни, поменяли свой образ жизни полностью, попав на войну, ощутив, как дедушкам там нашим приходилось, бабушкам. Ой, я даже смотрю фильмы о войне. Самый лучший фильм о войне, наверное, «Освобождение». Ну, там хорошо все преподнесено, игра артистов прекрасная. «Звезда», наверное, не знаю, в чем мне нравится. Ну, вот это эпопея, да, вот о войне была, «Победа», по-моему, называется. Очень хороший фильм, я думаю. Безорусский вокзал. Ну, вы понимаете, как он, как вам сказать, он очень добрый и такой щемит сердце. Вот, и войны там нет, да, но она проходит через весь фильм. Вот, мне он очень нравится, этот фильм. Потом, «Батальон просит огня», очень хороший фильм. Вот, фильм сейчас новый вышел, «Мы из будущего», прекрасный фильм. «Туман» хороший фильм тоже. «Освобождение» это фильм, старинный фильм еще, который, мне кажется, самый интересный. Но, если из современности, это фильмы, фильмы о Чечне или Афганистане. «Горячий снег» мне очень нравится. А то, ну, я не знаю, все вот хорошие. Когда ей только вот старые фильмы наши, когда режиссеры снимали, не вот, не новые, а старые, я имею в виду, все хорошие. Ну что, если вы еще не поняли, что Самара действительно библиотечная столица России в 2015 году, то будем сейчас вам еще и еще доказывать, что действительно есть у нас в Самаре люди, молодые литераторы, которые своим примером, мне кажется, достойны очень, так вот, всем доносят мысль, что в Самаре писали, пишут и будут писать. Ну, а я тем временем напомню, телефон прямого эфира 202-11-22. Неужели вы не знаете, сколько же было лебедей в танце маленьких лебедей, друзья? Ну, давайте мы вам подскажем. 4, 6 или 8. Ну-ка, кто нам там дозвонился, давайте выяснять. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, добрый день. Как вас зовут? Зовут меня Ольга. Очень приятно, Ольга, вас слышать. Ольга, ну, очень, я так думаю, вы человек разбирающийся, знающий. Так ответьте нам, сколько же лебедей было в танце маленьких лебедей и есть, в принципе? В танце их 8. Уверены? Ну, как-то думаю, что да. Немноговато? Что, 6 тогда? А вы уверены? А может быть, еще подумаете? Нет, ну, не 4 же. Ну, почему? Их как раз-таки 4. Ну, в любом случае, я думаю, что если вы сейчас об этом не знаете, когда сходите на кинобалет, посмотрите, убедитесь, если это не так, ну, будете нам звонить, говорить, что это не так. Ну, 4 лебедя, действительно, увидите, это классическая постановка, вот, собственно, отправляйтесь на балет в кино. Такое тоже бывает. Спасибо вам большое за звонок. Ну, я представляю вам наших гостей, которые здесь очутились в нашей студии. С нами по-прежнему здесь наши гости, Софья Сыромятникова, заведующая Центром поддержки развития чтения Самарской областной научной библиотеки, организатор Самарского литературного фестиваля. Также с нами здесь Денис Домарев, председатель Самарской областной организации молодых литераторов, член Союза писателей России, поэт. Здравствуйте. Михаил Макрушин, член Самарской областной организации молодых литераторов, и Екатерина Агеева, также поэтесса, член Самарской областной организации молодых литераторов. Здравствуйте. Ну что, тут уже Софья заинтриговала всех, что будут бить аккуратно, но сильно, я так поняла, словом. В рамках литературного фестиваля будет батл. Денис, что вы там, действительно будете на кулачках драться или все-таки как-то будете другим глаголом жечь сердца людей? Конечно, будем жечь глаголом сердца людей. Вообще хотелось какой-то такой интересный проект сделать именно в рамках РБА, именно в рамках литературного фестиваля. И что-то необычное, что мы еще никогда до этого не проводили. Вот у нас 7 лет подряд проходит литературный турнир, властный литературный турнир, библиотека открывает таланты совместно с организацией молодых литераторов, совместно с областной библиотекой. В этом году он был межрегиональным, у нас участвовали ребята не только из Самарской области, но и из Пензы, из Уфы, из Екатеринбурга. И, кстати говоря, победителем стала у нас девушка из Уфы, Мирослава Бессонова. Это доказывает то, что мы не подслуживаем своим, мы как-то не пытаемся, мы, конечно, пытаемся помочь самарским авторам в первую очередь, но если уж так сложилось, и жюри выбрало, вот эта девушка выиграла главный пресс-сертификат на издание книги собственного стихотворения. Презент великолепный. Да, и у нас ежегодно выходит книга победителей, и по библиотекам не распространяется. И вот Михаил Макрушин, кстати, стал третьим в финале, то есть из более двухсот поэтов он прошел отборочные туры все, и вот вошел в финальную пятерку и занял третье место. Екатерина Агеева тоже у нас стала финалисткой, вошла в число 20 лучших. Так вот, в этом большом поэтическом ринге мы хотим сделать, действительно, поставить настоящий поэтический, настоящий ринг, боксерский ринг на улице, приходить в областную библиотеку. Перчатки выдавать. Посмотрим вот эти атрибутики, мы посмотрим, что будем выдавать, будет гонка, будут... А тренер? Я думаю, и тренер будет, в общем, полотенце будет, да, водичка, все как положено будет. Два поэта будут выходить на этот ринг, подниматься на ринг, биться, ну, биться словесно, конечно же, лучше будет по мнению зрителей проходить дальше, у нас будет зрительское голосование, поэтому есть смысл не только участвовать в этом турнире, но еще и с собой приводить там друзей и знакомых, чтобы они за тебя поднимали в любом случае руку и, в общем-то, выводили тебя в финал. Это поддержки. И таким образом по олимпийской системе, то есть из двух человек один будет выбывать, один проходить дальше, в финале окажутся двое, и лучшие получат у нас пояс победителя большого поэтического ринга, и также, наверное, мы как-то наградим его призом в виде небольшой книги, также издадим книгу. В общем, вот такой турнир, такой ринг хотим попробовать сделать, я думаю, будет интересно, поэтому приглашаю 19 мая не только поучаствовать, еще до 15 мая прям заявок идет в группе Центра чтения областной библиотеки. У нас участие во всех мероприятиях наших литературно бесплатное, а призы достаточно весомые еще темы, поэтому мы вот можем так, может быть, прорекламировать, пригласить. Пишущие есть, я уверена, сколько чистойших стихов вы всегда пишете, друзья, может быть, замахнетесь на большие формы какие-то, почему нет? До 15 мая нужно прислать заявку, свои стихотворения от 5 до 10, затем мы отберем из общего числа присланных заявок участников, и 19 мая в 5 часов, пожалуйста, все к областной библиотеке подходите и смотрите на это необычное для саморазрелище. Да, и голосуйте за понравившегося вам автора. Михаил, вопрос, будешь ли принимать участие в этом баттле, или ты уже в качестве рефери будешь, как это? Я думал сначала, но, видимо, сейчас я просто обязан принять ему участие, поскольку вот так разрекламирую Денис. То есть загорелось, да, где-то? Да. Ну, понятно, а вот как будут мальчики, девочки, или это уже не важно, какие-то весовые категории, я не знаю, там, по опыту, по какому-то набору других качеств? Ну, вот есть общий формат, а вот эти вот детали и подробности, я думаю, нужно будет смотреть своими глазами, так будет интересно. Я сейчас все расскажу, тогда уже скажу. Ну, я все понял, тогда не пойду. Нет уж, давайте приходите и участники, и зрители, голосуйте или выходите на ринг, бейтесь, ну, словесно, естественно, бейтесь, и все будет очень красиво, интересно. Я говорю, для нас это тоже первый раз такой опыт, поэтому, конечно, есть волнение не только участников, но и организаторов. Но я думаю, у нас все получится, ринг будет действительно большим, у зрителей будет много, гонг будет настоящим, пояс победителей будет настоящим, все будет настоящее, стихи будут, надеюсь, настоящие. Это самое главное в мальчике. Спросим, Катя, ну, вот представь, ты все-таки заявишься, да, на этот? Я уже заявилась, я самая первая там в группе отписала. Ага. Не боишься ли ты, что тебя вдруг кто-нибудь задавит словом и в нокаут отправит? Ну, вряд ли. Я сама потренировала свой хук с амфибрафи, так что все получится. Ох, это заявочка, так. И как вообще готовишься, разминаешься, как форму набираешь? Ну, вообще, я думаю, главное здесь подбор материалов, все-таки каждый, как я поняла, из участников будет в битве читать по два стихотворения. И по итогам этого выступления уже зрители и жюри как бы оценивают. Соответственно, в виде своего участника надо сразу прикинуть, какие у него достоинства, какие недостатки. И в соответствии с этим читать текст, который поможет превознести его недостатки, сделать их поужаснее и преуменьшить его достоинства. Здорово. Друзья, 202-11-22, телефон прямого эфира. Я вам обещала еще билеты на стигмату разыграть. Давайте зададим вопрос. Вот приезжают к нам ребята, выступают 16 мая. Кто-то там, как выяснилось, Михаил слушал их в далекой молодости. Вдруг повезет кому-то из вас выиграть билеты и сходить. Ребята, в каком музыкальном стиле играют, если вы знаете, отвечайте. Три варианта ответа. Хардкор, панк, рэпкор или металкор. Звоните. 202-11-22. Софья, ну вот вопрос. А судьи ты кто? Судьи? Зрители. Это члены Союза посетителей России. Конечно же, зрители, потому что мы всегда даем возможность и народным голосованиям выбирать понравившегося. У нас такая же система в турнире, абсолютно такая же. Обязательно мы с Денисом Николаевичем тоже отсматриваем рукописи и оцениваем, насколько они, ну, без нецензурных каких-то выражений, мы это обязательно учитываем. То есть достойно представить на ринге, чтобы было. Да, да. И чтобы это несло какую-то художественную ценность. Это здорово. У нас есть звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Тамара. Тамара, вы хотите пойти на концерт? Да. Ой, здорово. Ну, тогда отвечайте на вопрос. В каком же музыкальном стиле играет группа «Стигмата»? Ну, я думаю, металлкор. То есть не рэпкор? Ну, нет. Металлкор все-таки. И никакой не панк? Нет. Ну, не сбить вас с толку, если уж человек знает правильный ответ. Это действительно так. Отправляйтесь на концерт. У вас недавно проходил поэтический турнир. У нас есть фотографии. Вы все присутствовали на нем? Да. Да. Давайте смотреть, потому что действительно, я думаю, сейчас каждый из вас расскажет, что это, где это и как это. Кто возьмет слово? Это мастер-классы у нас проходят. У нас была система такая, что люди, которые прошли отборочные туры, они проходили в различных районах Самарской области и за пределами Самарской области. Так вот, 40 лучших участников по итогам этого отбора попали у нас в мастер-классы. Три мастер-класса у нас были, которые вели члены Совета представителей России, профессиональные филологи, профессиональные преподаватели литературы. И 20 лучших из этих 40 были приглашены, дали в финал. Финал прошел также в этот же день. Вот они, собственно говоря, и участники финала. Все средоточенные, все сидят. Все средоточенные. Ну, слушают, потому что серьезную поэзию, серьезную литературу. В финале, конечно, уровень был очень-очень серьезным. И у нас было, вот вы видите, членов жюри Сергей Алексеевич Голуков, сидит профессор государственного университета Александр Витальевич Громов, председатель Совета представителей Самарской области. У нас было смешанное голосование. Выбирали как зрителей путем поднятия руки, так и членов жюри выбирали тех, кто пройдет дальше. В итоге в суперфинале оказалось 4 человека, кстати, который был и Михаил Макрушин. А вот Мирослава Бессонова, это победитель нашего турнира. Девушка приехала из Уфы, прошла Уфимский отбор и оказалась в финале нашего. Вот люди голосуют, да, собственно, за понравившегося поэта. Из Каменс Уральского девушка у нас из Екатерина Бурга. Что значит слово «память»? В это время проходила выставка, посвященная Великой Отечественной войне. Мы решили в галерейном пространстве, естественно, этот антураж не убирать, но даже вот так антуражно появился в рамках вот этих мероприятий, приуроченных к Великой Отечественной войне. Мы провели этот турнир. Тоже, можно сказать, приурочили его к этой памятной, очень важной дате. И вот Екатерина Агеева, кстати, выступает тоже в финале этого турнира. Можно так вот биться-то не на жизнь, а на смерть практически? Вот выступать, себя позиционировать, какой-то свой стиль? Ну, если справиться с волнением, то я думаю, что все вполне по плечу. Хотя, конечно, если учитывать, да, что у нас были мастер-классы, то есть я сразу хочу сказать, что это не какое-то там надуманное, да, поощрение за то, что ты пишешь и тебя хвалят, ты же это от души делаешь. Это достаточно тщательный и серьезный разбор текстов, и здесь нужно действительно быть сильным духом, чтобы выслушать, когда тебе в лицо критикуют, да, и говорят, что, возможно, тебе еще очень долго до собственного стиля, там, и собственного слова. Кто-нибудь психовал вот так вот? Я, да. То есть было такое, что критику сложно было воспринимать? Ну, я всегда расстраиваюсь, но мне кажется, это естественная реакция. Главное, потом не опускать руки, а продолжать работать над собой. Угу. Михаил, ну вот ты уже достаточно давно выступаешь на всяких таких площадках, тебя не приглашают вести мастер-классы какие-нибудь? Нет, если бы приглашали, я бы, наверное, отказывался, потому что ответственность, мне кажется... Скромные они такие силы. Я еще не на том уровне, если так можно выражаться, чтобы подобные вещи вести. Да и потом, я ведь знаю, что из большинства участников турнира, ну, практически любого, я бы лично, ну, по своему мнению, поставил бы там на третье, на второе, на первое место, вместо тех, кто выиграли. И вот такое вот мнение. Вместо себя, в первую очередь. Рано еще вести мастер-класс, когда ты сам не становишься каким-то прям фигурой какой-то глобальной для литературы. Скорее, вам желаю, чтобы вы стали фигурами, о которых говорили, и о которых потом наши дети бы вспоминали. А вы помните, был такой Михаил? Первый шаг на гисте сделан. Чтобы не со смехом воспоминали. Ну, это самое главное, чтобы с иронией все это воспринималось. У нас меньше минутки до конца эфира. Софья, ну, давай еще раз обозначим, где можно найти информацию, заявиться и так далее. На Большой поэтический ринг можно просто ВКонтакте забить по поискам в группах Большой поэтический ринг. И такая красивая синяя афиша со скрещенными перьями вам покажется. И просто заходят, да, в теме есть регистрация. Группу еще можно найти через группу Центр чтения ВКонтакте. Это очень многочисленная, очень такая группа новостная, интересная. Можно и другие мероприятия там посмотреть. Ну, там на первой странице тоже есть про Большой поэтический ринг. То есть все желающие могут принять участие, и я думаю, друзья, вам стоит это сделать, потому что, ну, экшен действительно ожидается от наших замечательных молодых литераторов. Что еще нужно нашей Самаре? Всем спасибо, всем хорошего настроения. До свидания. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!